Доброго времени суток, господа! Вы на канале Отозвук с вами руками, меня зовут Артём. Сегодня у меня на обзоре продукция компании Oris Electronics. Это 5-дюймовые или 13-сантиметровые динамики. Моделька FT502, коаксиальная. Давайте сделаем распаковочку, посмотрим комплектацию динамиков, что же идёт в комплекте. Ну и обязательно потом сделаем прослушку. Я, возможно, свои пару слов вставлю. Приятного просмотра! Вот в такой коробке упакованы динамики. Здесь всё по-английски, название модели. Как вы видите, FT502, двухполосный коаксиальный динамик. Давайте я русский язык вам покажу. Размеры динамика 130 миллиметров. Диффузор у него из прессованной бумаги с полипропиленовым влагостойким покрытием. Вспененный полиуретановый подвес. Диафрагма ВЧ-динамик, шёлк, 28 миллиметров. Диапазон частот от 80 Гц до 20 кГц. Сопротивление 4 Ома. Чувствительность 89 дБ. Пиковая мощность 150 Вт. В коробке идёт гарантийный талон. Наклеечка Oris Electronics. И руководство пользователя на три модели. 502, 652 и 692. Оба динамика комплектуются сеточками защитными. Если вы вдруг устанавливаете куда-то снаружи, на обшивку, а не под неё. Но обычно такие динамики ставятся в штатные места. Устанавливаться, скорее всего, они будут под обшивку. Поэтому довольно часто сетки не нужны. Сеточки неплохие. Выглядят симпатично. Устанавливаются легко. Держатся вроде неплохо. Вот так выглядит сам динамик. Четыре крепёжных отверстия. Такие ушки вынесены. Ну, я думаю, вы знаете, как выглядит 5-дюймовая головка. Либо 13 сантиметров, ещё их называют. Спененный подвес. Никакой пенки здесь нет, как вы видите. Диффузор защищённый покрытием. Вот он, наш шёлк стоит. На него идут подводящие, которые уходят дальше на катушку МИДБАСа. Здесь они и выходят на площадку, у которой два терминала подключения, две клеммы. Клеммы разного размера. Плюс большой, минус маленький. Всё проштампованно, подписано. Площадка приклёпана заклёпкой. Штампованная остальная корзина 4-х спицевая с антирезонансным покрытием. Магнит среднего размера, как я бы сказал. Закрыт он резинкой вот такой. Два не сильно толстых фланца. Здесь наклеечка. В общем, аккуратненький такой. Шайба здесь, кстати, не чёрная, как на 652-м. Здесь шайба светлого цвета. Соответственно, материал использован тоже другой. Плетение другое. Соответственно, другой звук. Я думаю, у этого динамика немножко будет хода больше. Хотя, это моё лишь предположение. Ну, за счёт того, что диффузор маленький, ему надо немножко больше хода давать, чтобы он отыгрывал чуть получше низкие частоты. Выглядят аккуратно. К сборке у меня претензий никаких нет. Аккуратненько залито всё клеем. Всё приклеено. Промазано. Резинка надета аккуратненько. Нормальные динамики. Осталось их послушать и высказать своё личное мнение. Давайте к этому и приступим. Итак, динамики установлены в стенд. Там ещё куча всего установлено. Не буду вас утомлять. Давайте послушаем, как отдельную единицу, что же он из себя представляет. Ну, а потом я повключаю какие-то 16-ые, потому что из 13-ых у меня, к сожалению, ничего не осталось. Ну, так вот. Самый популярный динамик. Отрываю сразу с руками. Давайте послушаем. Диапазон, напоминаю, от 80 Гц до 20 кГц. Я их распустил во всю полосу. Слушать будем негромко, чтобы микрофон не запирало. Диапазон, напоминаю, от 80 Гц. Диапазон, напоминаю, от 80 Гц. Диапазон, напоминаю, от 80 Гц. Субтитры сделал DimaTorzok Удивительно, даже этот малыш уделывает штатку транспортера. Я в шоке. Какое же это уг. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Короче по басу очень похоже. 16 по басу проигрывает. Сами понимаете, диффузор меньше. По композиции общей очень похоже на 652. То есть по звуку практически идентичный, просто баса чуть меньше. А так и серединка, и верха очень похожи. Видимо один и тот же Twitter стоит и срез одинаковый, скорее всего. С эстрадой даже включать нет смысла. Эстрада очень громкая такая, глаза вам бросятся. И вы такие, ааа, все, ставлю эстраду, эстрада супер вообще. Никакого SQ теперь только эстраду ставлю. И потом, ааа, почему нет звука? Где хороший звук? Я хочу звук. Почему нет звука? И кровь из ушей. Видели, да, эти видосы? Что могу сказать, ребят? Нормальный динамик. Если у вас штатные места 13 и вы не хотите ничего пилить. Один достал, другой поставил. Отличное решение. При цене 2950 рублей вполне годнота. Сеточки есть в комплекте, напоминаю. Если вдруг кто забыл за эти деньги. Ну, можете их не брать в магазине. Оставите. Продавец их продаст рублей за 200. Чаевые оставите продавцу по-братски. Очень-очень ровненькая АЧХ. Без всяких всплесков, выкриков. Естественно, если музыка записана с большой компрессией. То есть все звуки громкие. Вы получите громкий полностью звук. Если вы какие-то старые хиты будете слушать. Они будут слушать как положено. То есть звук громкий, это громкий. Звук тихий, это тихий и так далее. Но это про динамические диапазоны. Все остальные вот эти вот умные всякие вещи. Не знаю, зачем вспомнил. Что-то вспомнил. Я считаю, что динамики точно стоят своих денег. Если вам надо установить именно 13-е. И не надо увеличить громкость. А надо просто, чтобы нормально играли динамики. Вот это ваш выбор. Думаю, дальше нет смысла продолжать видео. Сравнять я их ни с чем не буду. Я вам уже сказал свои личные, как говорится, услышанные доводы. Штатка транспортера им проигрывает. Это точно. Поэтому дальше даже нет смысла и сравнивать. Если у меня появятся еще какие-то штатные динамики, обязательно сравним. Но пока, к сожалению, такой возможности нет. Если вам нужен динамик не для понтов, а просто слушать музыку, отлично подойдет. За 2950 рублей вы получите хороший сбалансированный звук. Настолько, насколько сможет отыграть 13-сантиметровый динамик. На этом у меня все. Все ссылочки в описании. Надеюсь, вам было интересно. Пишите обязательно свои комментарии. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока.